Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из солнечной Турции! Кто со мной еще не знаком, меня зовут Анна, ну а вы смотрите канал Turkey in Life. И сегодня я покажу вам офигенное место, просто потрясающее место, куда вообще практически не доезжают наши туристы. Мы едем, мы едем на озеро Бафа. Это крупнейшее озеро на Эгейском побережье. Находится оно в провинции Айдын, это провинция рядышком с Измиром, и мы отправляемся туда. Выехали мы на автопад. Кстати, хотела сразу сказать, кто еще не знает, у меня есть инстаграм, он называется также Turkey in Life. И ссылочка на мой инстаграм находится в описании под видео. Мы ехали по дороге на Айдын и сейчас свернули по указателю Soke. Мы немножко свернули с основной дороги, потому что мы решили еще по пути на Бафа Геолю посетить один античный город. Он называется Милет, и сейчас едем туда. Вот он виднеется на горизонте, и дорога здесь, смотрите, какая разбитая. Код, естественно, платный. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Смотрите, 18 лир билет, но мы купим себе новую музей-карту, у нас уже закончилась. Нам не пришлось покупать новую карту, потому что из-за пандемии действие карты продлилось, и еще 75 дней после окончания можно пользоваться. Город Милет, Милетус, на самом деле достаточно крупный античный город, и он, так скажем, незаслуженно обходит его стороной. А так, этот город примерно тех же времен, что и античный город Эфес. Мы идем внутрь. Ну что ж, вот здесь вот такой вход. Касса стоит немножко как будто отдельно. И идем смотреть, что сохранилось. На самом деле первое упоминание о городе Милетус датируется 10 веком до нашей эры. Этот город одного возраста с античным Эфесом, который также находится на Эгейском побережье. Единственное, что здесь гораздо меньше, так скажем, чего сохранилось. Гораздо меньше, чего восстановлено у нас. Нужно ходить в масках обязательно. Потом у меня тут болтается такая вот ерунда. Но на самом деле приехать сюда посмотреть действительно нужно. Смотрите, здесь можно войти внутрь. И здесь будет вот такой туннель. На другую сторону получается амфитеатра. И вот здесь туннель. Мы прошли по туннелю. И сейчас вот отсюда, от амфитеатра, опять ведет куда-то тайный ход. Вот мы, короче, с мужем потерялись в этих катакомбах. Точнее, я потеряла мужа, который куда-то ускакал. И теперь я просто не знаю, куда мне пойти. Туда? Туда? Или туда? Решила пойти туда, где свет. Я нашла мужа. Он вот там. А я непонятным образом прошла на другую сторону античного театра. Вот так вот все здесь выглядит. Мы пошли за амфитеатр. Помните, несколько видео назад мы были в Кушадаса-Мили-Парк? И так вот, мы сейчас находимся по другую сторону гор. За вот теми горами Кушадаса-Мили-Парк. Смотрите, вот там можно увидеть руины античной крепости. Мы уже туда не пойдем. И вот здесь тоже античные развалинки. А здесь что-то типа античных водохранилищ. Водохранилищ, где собиралась дождевая вода. Ну и мы решили, мы решили после того, как посетили античный город, съесть деревенский завтрак вот в такой вот деревенской кафешке. Народу много. Сегодня воскресенье, все завтракают семьями. Аутентичное такое местечко. Посмотрите, какие здесь диваны. Вот там вот с коврами все. А вот там гуси, пруд с гусями. В итоге мы уселись вот на таких вот подушках. Турецкий завтрак, это как всегда, просто реально обожраться. Особенно деревенский турецкий завтрак. Посмотрите, сколько здесь оливок, сыра и всего-всего-всего. В общем, мы поели, свернули на дорогу, ведущую в Милос, и едем уже непосредственно к озеру. Вот мы подъезжаем к месту нашего назначения. Вот оно виднеется, огромное просто озеро в горах. Нам нужно, правда, на другую сторону перебраться. На берегу озера расположены деревеньки, и мы сейчас едем, я думаю, что в одну из них поедем. Обязательно посмотрим что-то как. Посмотрите, какие здесь причудливые камни, какие здесь скалы. Добрались. Баафа-Гёлю. Когда-то это озеро было частью моря, но сейчас вот такое вот самое крупное озеро на Айгейском побережье, горное, восхитительно красивое. Смотрите, такие вот колье делают из ракушек. Посмотрите, какая прелесть. Ой, прелесть какая. А это браслет и колье. Идём вглубь. Хотим подняться вот туда наверх. И здесь нас ждал вот такой вот сюрприз в виде осла. А мы идём наверх. Ой, мама, тут может быть всякая разная живность, на самом деле. Надо быть осторожным. Здесь по краям озера на возвышенной сохранились руины всяких крепостных стен, я так думаю. И посмотрите, какие здесь камни, какие здесь горы причудливые. Ну а здесь вот такой вот потрясающий вид на озеро. Я думаю, что мы обязательно спустимся туда вниз. Оре гиде джесме? Угу. Да, пойдём ещё вниз. А вот эта деревня, которая здесь называется Капыкары. Все вот эти бабули вот отсюда. И спустились к самому озеру. Посмотрите, там вот такой вот островок, и там тоже руины. Здесь вот такая табличка. Скальные могилы, и я не знаю, как мы туда пройдём. Буквально сквозь дебри приходится пробираться. Здесь всё не оборудовано для туризма совершенно. И этим это место прям... Ой! Этим это место прям вообще кажется очень-очень классным. Ура! Цель достигнута практически. Мы идём вот к тем развалинам. Кстати, здесь снимался один очень интересный турецкий фильм. Мы, собственно, увидев, посмотрев этот фильм, увидели вот эту вот красоту и решили сюда съездить. А вот, собственно, и сами гробницы. посмотрите вот они к ним конечно же не пройти по крайней мере мы точно рисковать не будем вот там вот еще они на камнях прямо над озером те у нас новый друг мы спустились прямо к могилам по ходу дела который я показывала сверху в общем все мокрые потные как не знаю что сейчас уже лето и гулять вот где-то вот так вот что-то смотреть на самом деле очень тяжело потому что на солнце я думаю что градусов 35-40 точно есть поэтому видео на этом я заканчиваю мы сейчас поедем к морю возможно искупаемся если вам было интересно если видео вам понравилось ставьте пальчики вверх подписывайтесь на канал ну и до новой встречи пока пока